Привет! Это я и Касти и серия номер 2 сюжета о том, какое оборудование выбрать. В предыдущем мы поговорили о плюсах и минусах, такая была более вода, сейчас более конкретно. Итак, у вас первый вариант, 6 тысяч баксов на руках, вообще никаких проблем идете и покупаете. Пионеры двухтысячные, пульт двухтысячный, семюки и пульт. Второй вариант, у вас не такой обширный бюджет, но вы можете выделить две тысячи долларов. При таком бюджете я бы тоже, личному мнению, что лучше остановиться на CD проигрывателях, сейчас есть прикольные модельки, 350 CDJ и 350 пульт. На CDJ можно нормально скретчить, на пульте тоже можно нормально скретчить. Можно взять Pioner 400, более проверенный вариант. Тоже отличная штука, две тысячи долларов выложились. Теперь вариант контроллеров. То есть, то, что уже ниже, я бы не советовал, я не рекламирую никакую фирму, не занижаю достоинства любых других, но я бы не советовал CD проигрывать или брать какие-нибудь другие, кроме Pioner. То есть, если CD проигрывать, то только Pioner. Ну, потому что они заслужили это своим качеством и своей функциональностью, ну и всеми всеми. Они самые ходовые. Теперь контроллеры. Контроллер это уже бюджетный вариант, и тут зависит много, есть ли у вас ноутбук или нет у вас ноутбука. Если есть у вас ноутбук, то самым бюджетным вариантом, если вы не хотите скретчить, если вас вообще скретчи не интересуют, вы увлекаетесь техно, трансом и такими стилями, которые не предполагают каких-то манипуляций активных самой записью в виде скретчинга, тогда самый такой бюджетный вариант и проверенный мной это контроллер Native Instruments Control X1. У меня даже есть, опять-таки без рекламы. И звуковая карта Audio to DJ называется Native Instruments. В сумме это вам обойдется, по-моему, что около 250 стоит контроллер Control X1 и 120 долларов стоит карта, где-то около 300-350, до 400 долларов вы влезете с головой. Если вы хотите скретчить, то есть вот у вас вы хотите не только бюджетить, но еще вот что-то скретчить, но как бы на виниловые проигрыватели и систему цифрового винила в виде трактора скретча или Serato Scratch Live у вас денег не хватает. Тоже бюджетным вариантом будет та же карта звуковая Audio to DJ, размером с пачку сигарет и контроллер Vestox VCI 100. Он стоит, по-моему, 450 долларов, ну и опять-таки карта 120 долларов, это получается около 500-560-570 долларов за все. Опять-таки скретчи получатся довольно-таки базовые, могут получаться более сложные скретчи, но это надо будет к нему, как говорится, придрочиться, потому что джоги такие небольшие, по сравнению с 12-дюймовой пластинкой, управлять таким джогом сложнее, надо будет придрочиться, но судя по многочисленным роликам на YouTube, где ребята очень классно и эффектно скретчат на этом контроллере, то проблем у вас никаких не должно быть. Вот все зависит от желания. Почему я не советую вторую модификацию VCI 100, где уже есть встроенная звуковая карта, в отличие от первой модификации? Потому что если вы возьмете со встроенной звуковой картой, то да, оно будет удобнее при подключении, у вас уже все будет встроено, но один минус, вряд ли бы эта звуковая карта, это непроверенная информация, это догадка, но скорее всего она так и есть, вряд ли бы эта встроенная звуковая карта, которая встроена в этот девайс, сможете пользоваться для написания музыки в библтоне или в другом редакторе. А с Audio2DG вы сможете это сделать довольно просто. Ну и тем более удобнее намного писать музыку, когда у вас карта такая, положили, сели в кресло, карту положили рядом, оботкнули ножники, сидите и там редактируете свои медиклипы, да, чем если вам, чтобы заниматься музыкой, надо еще рядом ставить контроллер. Ну, хоть и небольшой, но контроллер. Вот. То есть где-то, ну, самый минимальный вариант, самый такой бюджетный, если у вас есть ноутбук, опять-таки, повторяюсь, если есть ноутбук, то это где-то 400, там, 400, 350-400 и 570 долларов, если вы собираетесь скретчить. Теперь, ну, а если у вас нет ноутбука, то еще готовьтесь потратить 500-600 долларов на ноутбук. Вот. Теперь вариант, когда, если у вас нет ноутбука, вот, и тоже хочется скретчить, да, и не хочется тратить сразу, там, 500-600 долларов на то, чтобы научиться диджейнгу, на то, чтобы работать с оборудованием. Вот. Есть такой очень прикольный способ бюджетный, это студии. Найти у вас в городе студию диджейнга. Вот. Сейчас, слава богу, диджейнг пошел в массы и много студий, где можно за сравнительно небольшую плату нанять, арендовать оборудование диджейское на час или два. Вот. Ну, приблизительно, я не знаю, в каждом городе по-разному, но за 8-10 долларов в час можно арендовать оборудование диджейское и нормально на профессиональном клубном оборудовании попрактиковаться. В чем плюс этого способа? Ну, вы не тратите большие бюджеты, вы можете попробовать, то есть вы попробуете, там, вложите в это дело, там, 80 долларов, это 10 часов. Вы можете, вложив 80 долларов, понять вообще вам нравится диджейнг или это такое дело, которое, ну, не так вас цепляет. Вот. И вам не надо будет все это понятели опять назад продавать то, что вы накупили. Вот. Второй способ, что очень, очень довольно интересная закономерность, что купив оборудование, вы не будете на нем играть целыми днями дома. У вас там есть какие-то другие дела, вы работаете и учитесь, но вы не будете на нем проводить, там, сутки напролет. Это факт. Ну, конечно, бывают разные исключения, но чаще всего так бывает. Поэтому купить себе оборудование за 6 тысяч долларов или за 2 тысячи долларов или за 500 долларов, чтобы играть на нем, там, 2, 3, 4 раза в неделю по 2 часа, оно себя, там, если даже с экономической точки зрения посчитать, не всегда окупает. Вот. Поэтому вариант пойти где-то и попрактиковаться в студии тоже очень в этом, ну, при таком раскладе получается выгодным. Вот. Если у вас нет студии, у вас наверняка есть ночной клуб, которому не помешает лишние 16-20 долларов в час за то, что вы придете днем и практикуетесь. Можете пойти, найти какой-то клуб, договориться с диджеем или администрацией, и они вам разрешат пошпилить в клубе днем или когда у них есть свободное время. Вот. Третий вариант. Если нет клуба, наверняка у вас есть диджей, который смог себе позволить купить какое-то профессиональное оборудование или приближенное к нему. Договоритесь с ним, тоже, я думаю, ему вряд ли помешают 10 долларов в час за то, что вы будете приходить и шпилить у него дома. Также этот вариант по поводу того, найти диджея с оборудованием, он касается и мини-контроллеров и всего остального, которые вы собираетесь купить. Ну, не поленитесь залезть на какой-то форум и предложить, ну, или спросить, попросить парней, у которых есть уже это оборудование, чтобы они пустили вас в гости и дали там за определенную плату, поюрнули, объяснили даже, что к чему, и дали поиграть, попробовать, чтобы вы могли ощутить удобство или неудобство того или иного контроля. Вот. Вот. Все на практике познается намного лучше. Это были такие способы по оборудованию, вернее, это же варианты. Если есть какие-то вопросы, предложения или соображения по этому поводу, буду рад вашим комментариям. На этом все. Это был я, Рик Кастик. До новых встреч в эфире.